Всем привет! Меня зовут Евгений Ковальщук и вы смотрите канал WebDev. Канал, посвященный веб-разработке и всему, что с ней связано. Добро пожаловать в новый курс, посвященный библиотеке React.js. И если вы все еще не работали с данной библиотекой, то самое время приступить к ее изучению. Что же такое React и почему он стал так популярен? React – это декларативная гибкая библиотека для создания пользовательских интерфейсов. Фактически, это строка из документации. Если говорить более просто, то React вводит компонентный подход для создания пользовательского интерфейса. А именно, весь интерфейс разбивается на какие-то минимальные компоненты, которые могут быть переиспользованы как в текущем приложении, так и в каком-либо другом приложении, написанном на React. Что делает данную архитектуру довольно гибкой и позволяет экономить значительное количество временных ресурсов. Почему же он стал так популярен? Первый плюс уже был озвучен – это переиспользуемость его компонентов. Второй плюс – это скорость его работы. Все дело в том, что React работает не с реальным домом, а с виртуальным. Если мы вспомним, как было раньше, то предположим, если мы нажимали на интерфейсе какую-то кнопку, то по этой кнопке либо у нас отрендеривалась новая страница, либо в дом-дерево вставлялся какой-то кусок разметки. Вся работа осуществлялась с реально существующим дом-деревом, и это было затратно как по ресурсам, так и по времени, и аффектало конечного юзера. React, в свою очередь, работает не с реальным дом-деревом, а с виртуальным. Виртуальное дом-дерево представляет из себя простой объект. Когда юзер начинает взаимодействовать с интерфейсом и нажимает, например, какую-то кнопку, то React делает слепок состояния, в результате чего происходит сравнение старой версии виртуального дерева и новой версии виртуального дерева. Два этих объекта сравниваются и ищется несоответствие. Как только несоответствие находится, старая модель обновляется до новой, в результате чего происходит перерисовка конкретно той части, которая была обновлена. Это существенно сокращает время работы и ресурсы, которые затрачиваются на перерисовку. Возможно, у некоторых из вас появился вопрос, а зачем нам еще один курс React? Если на YouTube можно найти довольно большое количество курсов по данной библиотеке. Во-первых, помимо основ React, что фактически и составляет большинство курсов на YouTube, мы рассмотрим с вами более продвинутый, так сказать, advanced уровень. Мы с вами рассмотрим ссылки, компоненты высшего порядка, фрагменты. Это первая причина. Вторая причина. Это потому, что React постоянно обновляется. То есть, что-то появляется новое, а что-то старое либо убирается, либо обновляется. Таким образом, в React появились такие понятия, как контекст, портал. Появились новые методы жизненного цикла. И обо всем этом мы с вами будем говорить в этом курсе. Рассматривать React мы будем актуальны версии 16.4. То есть, самый последний на данный момент. И последнее, но немаловажное. Все дело в том, что при написании кода мы будем использовать best practices или лучшие практики и различные паттерны, которые уже за время существования React себя зарекомендовали. То есть, мы будем писать максимально поддерживаемый, оптимальный и красивый код. В изучении данного курса вам пригодятся знания по JavaScript и стандарту ECMAScript 2015. Так как в данном курсе мы будем использовать такие понятия, как классы, стрелочные функции, контекст. И если у вас есть пробелы по этим знаниям, либо вы не уверены в своих силах, то прежде чем приступить к изучению курса по React, вы можете посмотреть соответствующие плейлисты на моем канале. После чего вернуться к изучению данного курса. В целом, это вся информация, которую я хотел вам сегодня рассказать. В следующем видеоуроке мы с вами установим необходимое окружение для того, чтобы начать работать над нашим проектом. А пока, чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе обновлений. Также вы можете подписываться на Twitter или группу ВКонтакте. Увидимся в следующем уроке. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!